Я бы хотела сейчас поговорить о нашем коллеге, Такере Карлсоне. Хотела бы обсудить то, что произошло у него дома, в Вашингтоне, вчера вечером. Толпа скандировала угрозы перед домом, где живет его семья. В это время его жена находилась дома. Что мы об этом знаем, Хави? Во-первых, я хочу сказать, что это заслуживает всяческого осуждения, независимо, чей это был дом. Такера Карлсона или Джима Акоста, независимо от того, согласны ли вы с Такером или нет. Это была организованная попытка преследования, и да, я считаю, что они угрожали Такеру Карлсону и его семье. Они повредили дверь его дома, опубликовали его адрес и другие подобные вещи. Я не понимаю, почему никого не арестовали за это? Я считаю, что это ложится на левых, осудить подобное поведение. Мы видели, как это начиналось, когда официальным лицам из администрации Трампа отказывали в обслуживании в ресторанах. Это неправильно, кто-то может пострадать. Независимо от того, каковы ваши убеждения, вы не должны мириться с подобными вещами. Независимо от того, являетесь ли вы левым, правым или центристом. Такер Карлсон дал интервью в Вашингтон-Пост вскоре после случившегося. Он был на работе, но его жена была дома. Он сказал, что он привык к столкновениям в публичных местах и не хотел бы выступать в роли жертвы. Но заявил при этом, что его жена и четверо его детей не должны подвергаться подобной агрессии в своем собственном доме. Это неправильно. Не втягивайте семью в подобное. Не втягивайте детей. Есть много, много разных способов выразить свое несогласие. Идти кому-то домой, штурмовать двери, кричать, пугать семью – это должно считаться совершенно недопустимым. И я действительно начинаю волноваться. Я хочу сказать еще раз, что независимо от того, какие у вас политические взгляды, такое не должно происходить в Америке. Ужасно чувствовать опасность в собственном доме. Спасибо, Хави. Раз, два, три.